В сельском поселении Назарьево существует добрая традиция – чествование воинов-интернационалистов, участников локальных войн и вооруженных конфликтов. Большинство зрителей зала – это дети. Организаторы считают, что именно им наиболее необходимо прививать чувство патриотизма. Отдать священный долг памяти погибшим воинам собралось около 70 человек. Из них 7 ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе. В этом году в Назарьево День памяти воинов-интернационалистов решили провести под девизом «Мужество, гордость, братство». Уже с первых секунд зал буквально замер. На экране – видеофрагменты военных действий. Но вот и кончилась война. И по ночам не плачут мамы, а их вернувшихся детей тревожат пулевые раны. Но вот и кончилась война. Со словами благодарности героям обратилась глава сельского поселения. Мы не вправе никогда забывать об этом и будем вечно хранить память о павших солдатах, о наших земляках, которые не вернулись домой с войны. Сегодня мы выражаем слова глубокой признательности и благодарности всем воинам-интернационалистам. Ваши боевые заслуги – это достойный пример патриотизма и армейской славы для подрастающего поколения. Среди приглашенных гостей – депутат Совета депутатов Назаревского поселения Саид Магомед Эссамбаев. Он участник боевых действий. За успешное выполнение специальных заданий удостоен высших государственных наград. В России всегда будет место для героизма, потому что мы, поймите, несем ответственность за равновесие в мире. И это не просто слова, это состояние души каждого военного и руководителя. Поэтому большое вам спасибо, что вы делаете, мои славы, низкий поклон всем присутствующим. И дай Бог всем ветеранам боевых действий, разведке, дай вообще всем здоровья. И помните, Родина – это не просто слово, это ответственность. Ветеранам локальных войн за подвиг и преданность солдатскому долгу вручены памятные подарки и цветы. Теплый дружеский вечер сопровождался концертными номерами фольклорного ансамбля «Заряночка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова